МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Варварское нападение на нашу редакцию обрастает самыми фантастическими подробностями. И ни одна из версий, которые высказывают чиновники, не подкрепляется фактами. Напомню, нам удалось извлечь записи камер видеонаблюдения из серверов, найденных после пожара. Что на видео? Есть ли там лица исполнителей преступления? Давайте посмотрим. Все прошедшие сутки наша редакция анализировала видеокамер наблюдения, которое вчера удалось скопировать из найденных серверов. На этих кадрах лица группы поджигателей, которые первыми ворвались на канал, подожгли на втором этаже студию, редакцию международных новостей, а на первом – в стойку охраны. А вот это – лица группы прикрытия. Эти люди без масок. Установить их личности правоохранителям наверняка удастся без труда. Тем более, что некоторые были задержаны, хотя позже их отпустили. А вот тут видно, как группа прикрытия организовала коридор отхода для группы поджигателей. Люди из группы прикрытия, что называется, в упор смотрят на злоумышленников. А значит, могут помочь правоохранителям установить личности поджигателей. Главное – желание расследовать поджог здания. А вот на этих кадрах активист партии «Братство» Алексей Середюк. Он руководит действиями группы прикрытия в день поджога и может знать имена поджигателей. На следующий день Алексей Середюк засветился на улице Дмитриевской во время блокирования главного офиса телеканала «Интер». Он не скрывается и даже делает громкие заявления. Журналистов никакого негатива нет. Мы все понимаем, что журналисты тут работают. Они хорошие люди. Большое кто нас поддерживает. Поэтому установить личности поджигателей вполне реально. Главное, чтобы правоохранители стремились провести реальное расследование, а не его видимость. Итак, мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием найти поджигателей. Их лица зафиксировали камеру видеонаблюдения. Биография и боевой путь одного из участников этих событий, Алексея Середюка, который, как вы видели, блокировал работу канала, мы изучили. И эта история довольно любопытна. К ней мы вернемся чуть позже. Ситуацию с поджогом студии новостей подробностей продолжают обсуждать на самом высоком уровне. В эти дни обеспокоенность выражали и Еврокомиссия, и Международная Европейская Федерация Журналистов, и авторитетные неправительственные организации, тот же Freedom House. И вот сейчас, взяв небольшую паузу, чтобы детально изучить все обстоятельства, свои заявления сделали Госдепартамент США и Совет Европы. Официальный представитель Госдепа Марк Тоннер, выступая в Вашингтоне, сообщил, в Соединенных Штатах обеспокоены фактом нападения. Более того, Госдеп не ограничился только выражением обеспокоенности, но и обратился к Юрию Луценко, чтобы расследование было прозрачным, а виновные в нападении на журналистов обязательно наказаны. Мы призвали Генеральную прокуратуру провести полное и прозрачное расследование случившегося. Рассчитываем, что те, кто совершил эту атаку, привлекут к ответственности. Мы всегда обеспокоены, когда СМИ атакуют подобным образом. Аналогичное заявление сделали и по другую сторону океана. Совет Европы потребовал от Украины, как члена страны этой организации, расследовать нападение на телеканал и его сотрудников. В заявлении представителя Генсека Совета Европы говорится, «Мы подчеркиваем обязанность всех государств, членов Советов Европы, включительно с Украиной, обеспечивать свободу СМИ и безопасность журналистов, что является необходимым условием для развития подлинной демократии. Любое насилие и запугивание журналистов является неприемлемым». И вот посмотрите материал об Алексее Середюке, который блокировал телеканал. С началом войны на Донбассе Середюк ушел на фронт. Воевал в составе батальона «Святая Мария». Получил ранения, а вот до начала войны активно занимался общественной деятельностью и был членом партии «Братство» – политсилы с неоднозначной репутацией. У руля стоит Дмитрий Корчинский, а кураторство над «Братчиками» приписывают Владимиру Севковичу, которого считают причастным к разгону Майдана. Именно «Братчики» были организаторами беспорядков на Банковой 1 декабря 2013 года. Среди них был и Середюк. А за несколько лет до этих событий «Братство» активно сотрудничало с Евразийским Союзом Молодежи. Это прокремлевская организация. «Братчики» принимали участие в тренировках и съездах ЕСМ. Участвовал в форумах и Середюк. Депутат Олег Медуница нашел его цитаты с выступления на съезде в 2005 году. «Мы хотим достигнуть свободы, мы хотим достигнуть победы. Сегодня мы перешли Рубикон, мы перешли ту границу, от которой мы начинаем путь нашей новой борьбы. И она будет проходить не только на территории Украины, но и за ее границей. В Молдове, в России, в Белоруссии и других странах СНГ. Наша борьба будет происходить везде. Мы сегодня боремся не за какие-то прозрачные идеи демократии. Сегодня мы начинаем борьбу за наше господство. За господство Евразии, за торжество православия. Слава Иисусу Христу!» А вот требования съезда, в котором участвовал Сырый Дюк. Среди них федерализация Украины и вступление в некую Евразийскую империю. Но помимо этого, депортация американских граждан, прекращение деятельности протестантов и их высылка в США, а также создание правительства на основе, в кавычках, здоровых полицил ЕСМ и братства. Сам Алексей признает, участвовал в этом собрании и выступал там. И вот, что он теперь рассказал нам по телефону. Идейным вдохновителем Евразийского союза молодежи является одиозный Александр Дугин. И тогда на съезде он приветствовал присоединение к ЕСМ-братства и конкретно Сардюка. Говорит, парни, которые теперь работают с нами в лице Алексея Середюка, перенесли собравшимся новости с фронта. И Украина – это первая страна, которая пала под навалой той орды, выступившей с запада под видом оранжевой чумы. За нами Москва. Уже в период конфликта на Донбассе Дугин отличился откровенной антиукраинской позицией. Призывал публично убивать украинцев. Был сторонник военного конфликта и создания Новороссии. Зона просто, безусловно, русского мира, Новороссия, которая идет от Харькова до Одессы, включая Крым, Крым скорее ближе именно к этому образованию. И это часть России. Что касается участия Середюка в поджоге студии новостей, то, как он заявил нам в интервью, к этому не причастен. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности телеканал Интер. И еще раз детально хотим напомнить события 1 декабря 2013 года. Это штурм администрации президента на улице Банковой. Акция начиналась мирно, но вдруг несколько десятков молодчиков стали вести себя радикально. Один из них завел грейдер, который двинулся вперед на ограждение и подъехал в упор к шеренге солдат. Провокаторы начали нападать на солдат, били цепями и обломками арматуры. Грейдер тогда остановил Петр Порошенко. А вот и человек, очень похожий на Алексея Середюка, на грейдере среди провокаторов. Как позже стало известно, он из организации «Братство» подконтрольной бывшему замсекретаря СНБО Владимиру Севковичу. Тогда их главной целью и было спровоцировать силовой разгон Майдана. Теперь этот же Середюк организовывает акции протеста возле телеканала и говорит якобы от лица патриотов. Новая сессия Верховной Рады, похоже, мало чем будет отличаться от предыдущей. Нардепы все так же жалуют своим присутствием и жалуются друг на друга. О спорах оппозиции и коалиции, о том, с кем из министров не против пообщаться избранники. В сюжете далее. Традиции прошлой сессии на этой не изменились. Среда по-прежнему посвящена вопросам ратификации. А еще с трибуны сегодня могут выступать избранники со своими заявлениями. А депутаты каждый со своим. Обовязкового схваления закону про спецконфискацию. Это постоянно требуется Народного фронта. Мы будем наполегать, чтобы в конце концов был создан механизм спецконфискации денег, который Инукович крав у своего народа. В прошлом году осенью коалиция протянула законопроект о финансировании политических партий из государственного бюджета. Народный фронт должен получить 100 миллионов, БПП 99 и оппозиционному блоку там 42 миллиона хотят дать. Я хочу заявить, что оппозиционный блок в любом случае не будет брать этих денег. Мы настаиваем на то, чтобы эти деньги были направлены на образование. А мажоритарщики говорят о последних происшествиях в округах. Эти ночи началось рейдерское захопление предприятия, на котором работают 3000 хмельничан. Подроблены подписи владельцев предприятия, внесены изменения в реестр. Властники находятся заблокированы силовыми органами в своем офисе. И мова не в властниках, а мова в самом подходе. Я прошу министра внутренних справ, потому что не можно, даже выполняя, возможно, и сфабрикованную, я уверен, что сфабрикованы документы, но нужно это делать цивилизованно, не лякающих людей. О просьбах и вопросах к тому же главе МВД говорят и в кулуарах. У нас каждый день, каждый вечер сообщение о очередных корпоративных конфликтах, об очередных захватах или остановках строя. К сожалению, процент мелких и средних преступлений, которые только за последний год произошли только в нашем городе Киеве, где мы с вами живем, увеличился в 300 раз. В 300 раз я бы очень рекомендовал, и, наверное, буду обращаться вместе с нашими коллегами к парламенту, для того, чтобы заслушать министра внутренних дел, о состоянии внутренних дел. Если будет вопрос о освобождении Авакова на раконный фронт, мы выйдем из коалиции и до строковых выборов. Хай будут до строковых выборов, но мы тогда очистимся от того, что не будет одна человек диктовать и делать то, что сегодня в стране. Никто не даёт право бить, гвалтовать, заважать деятельности, защищаясь, что мы патриоты, гасла кидающиеся, что мы единые патриоты, что мы единые прави. А другая думка – это просто мы не враховываем. Все другие враги – рука Кремля. Но ближайшая возможность спросить о чём-либо главу МВД будет разве что в пятницу на традиционном часе вопросов к обмину. Если министр, конечно же, придёт. Если – придут депутаты. А они, учитывая вчерашний провал голосования за повестку дня сессии, смутно понимают, какие законы попадут в зал. Яким чином працювала завжди практика в парламенте? Всі законопроекти, які на момент початку сессии зареєстрованы в аппарату парламенту, автоматично включалися до порядка денного. Зараз же ж начали ранжувати. Скажем, законопроекти від опозиции, їх можно не включать в порядок денного. А те хотели, которые подает коалиция, так званая, эти законопроекти мы включаем в порядок денного. Пустая повестка дня, абсолютно далёкая от реальной жизни, абсолютно не соответствующая тем вызовам, которые стоят перед страной. Поэтому мы считаем, что парламент идет по тому же неправильному пути, по которому шло раньше, и что привело к тому, что 10-12 законов всё принималось за рабочую неделю. Коалиции же уверяют, ещё немного, и парламент раскачается. Треба дать этой Верховной Раде шанс попрацювати протягом декольких пленарных тижнень. Это больше, что мы выходим ближайшим временем на бюджетный процесс, который многое нам покажет. Верховная Рада будет работать, если запропонуются, в первую очередь, экономические законы. Если будут запропонованы политические проекты, то там будет происходить, что и происходят в последние 20 лет. А по итогу сегодняшнего дня на счету нардепов пару принятых документов, тех, которые не вызывали споров в зале. Так избранники заменили некорректное слово «инвалид» на формулировку «лицо с инвалидностью». А заключённым дали доступ к интернету и разрешили создавать электронную почту. Правда, под зорким глазом администрации. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Алексей Шматов, Василий Миновщиков. Подробности – телеканал «Интер». А зоркий взгляд Национального антикоррупционного бюро в этот раз остановится на новой квартире Нарде Полещенко и проверит законность недешёвой покупки. Об этом сообщил руководитель специализированной прокуратуры Назар Холодницкий. Обратился в НАБУ глава регламентного комитета Рады. Павел Пензенок считает, затронута репутация парламента. Да и сам Лещенко просил детективов проверить его покупку. Как известно, нардеп купил почти 200 квадратных метров в центре Киева за 7,5 миллионов гривен. Новость взорвала соцсети. А сам Лещенко позже пояснил – деньги на покупку собирал, с миру по копейке. Часть накопил, а часть одолжил. Заседал сегодня и парламентский комитет по свободе слова. Главной темой стала ситуация с «Интером». Дискуссия выдалась жаркой. Какие мнения звучали и к чему пришли? Анна Каменева. На заседание профильного комитета сегодня людно. Кроме депутатов пришли и представители надсовета по вопросам теле и радиовещания, исследователи и директор компании «Национальные информационные системы», в офисе которой всего несколько дней назад неизвестные устроили пожар. Именно события 4 сентября в повестке дня под номером 1. Следователь заявляет, кроме уже двух открытых уголовных производств, хулиганства и умышленное повреждение имущества, открыто еще одно. Еще до единого реестра, до судовых расследований, нанесено 171 стаття. Это перешкоджение журналистской деятельности. Под час расследования будет надано объективно все обстоятельства, и квалификация может расшириться. Чи долучены до справы, зокрема, высловы и публичные заявы политиков, посадовых осіб, зокрема, и министр внутренних справ, пана Арсена Авакова, который 31 числа, ну, фактично, закликал до захопления Интера. Они, если есть, в открытом доступе, то тоже долучаются до материала криминального проведения, это будет выучаться. Интересуют депутатов ситуация с серверами, на которых записано видео с камер наблюдения. Следователь подтверждает, их изъяли еще 4 сентября. С 21 до 21.35 эти серверы были выучены. До этого времени эти серверы не глянуты экспертом, они действительно призначены ряд криминалистических экспертиз. Мы вместе с следствием зашли и выучены были эти серверы. Поэтому заявы разного рода политиков, в том числе и ответственных политиков, в том числе и государственных посадовцев, с приводу того, что телеканал Интер, власне, национальные информационные системы, перешкоджают следствию и не надают видео, являются неправдой. Поговорив о нападении на Интер, глава комитета предложила не принимать решение, а перейти сразу ко второму вопросу использования СМИ-агрессором в условиях гибридной войны. Я думаю, что эту ситуацию нужно разведать в контексте. Большая часть обсуждения второго вопроса была посвящена информационной политике Интера. Это стало следствием, причиной стала ваша программная концепция. Я вспоминаю события 1 сентября, два года назад, когда мы с вами, когда был зафиксованный случай с песнями, мы вынесли предупреждение, понимая, что мы в суде програем. Но мы пошли с вами на мировую угоду, Григорий Шверк занимался, чтобы вы, главное для нас было, чтобы вы в мировой угоде прописали, мы будем дотребляться, там, хорошие слова, мораль, честность, объективность, отсутствие маніпуляции. Оскільки было сюжетов, в которых, зокрема, были, да, были оцены вот факты, в которых мы звинувачиваем сейчас НИС и Интер. Там, ворожнече, принижение солдатов, игра против Украины, против украинского держава. Сколько таких было сюжетов? Не было сюжетов, Саша. Те сюжеты, которые есть, и какие мы выловлены, и какие у нас юридические подставки, мы даем попереджение, або там реагируем. Найстрашнейшее, что есть в каналах, маніпуляция, знаете, которую не пришлешь до закону, но я не могу дать попереджение за то, что слово, там, слава Украине вырезала, або это анимуморально. Вспомнили и появившуюся в сети несколько месяцев назад переписку бывшего редактора подробностей недели Интера Марии Столяровой. После вскрытия переписки Марии Столяровой, то, о чем догадывались многие граждане Украины, оказалось правдой. Действительно, отдельные средства массовой информации Украины управляются с территорией Российской Федерации. Столярова была ваша подчиненная? Да, моя была подчиненная. Я ее переписку личную не читал. Я не сайт миротворец, личную переписку не читал. Те сюжеты, которые выходили в эфир, были исключительными сюжетами. Я родился на этой земле, здесь померу. Я знаю, что такое любить свою батьковщину. А деякие народные депутаты не знают, что такое украинская мова. Деякие народные депутаты просто малибуляциями занимаются. Они рассказывают, что мы ображаем народный фронт. Прошу вас, официально в том числе, указать, где, в каком месте, в каком сюжете есть то, о чем вы говорите. О разжигании службы России и так далее. В итоге глава комитета остановила словесную перепалку и огласила решение комитета сразу по двум пунктам повестки дня и о нападении на телеканал, и об использовании СМИ-агрессорам. Засудить напад, требовать быстрого оперативного расследования и так же вказать там про ответственность в условиях войны для засобов массовой информации. То, что объединяли эти два решения, эти два пункта порядка дня в одно решение, на мой взгляд, говорить про спланованность акций. На мой взгляд, нападки и террористический напад на телеканал «Интер» связаны с помстой окремых посадовых осіб за критику, которая лунала в новинах, раскрытие их коррупционных схем, а также те, что телеканал «Интер» ведет независимую информационную политику, которая не всегда подобается владе. Поэтому, требует четко разразнивать критику влади и работу на агрессора. Официальное письменное решение об осуждении произошедшего будет обнародовано позже. Анна Каменева, Сергей Ведмить, подробности телеканал «Интер». А в ОЗ и ныне там прорыва в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета пока нет. Об этом заявила глава нацполиции Хатя Эдеканаидзе. По ее словам, у следствия версий много, но основная пока не ясна. Чтобы установить полную и всестороннюю картину событий, опрашивают жителей Киева. Такого большого прорыва нет. Я неоднократно уже это комментировала, что делается очень важная и рутинная, и большая работа. Реально. Да, мы допрашиваем несколько сотни человек, мы изнимаем опять камеры видеонаблюдения, которые важно, чтобы мы просмотрели. Отрабатываем тоже, какой должен быть мотив, например, убийство. Так что пока большого прорыва нет. Напомни, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля. Автомобиль, которым он управлял, взорвался. Трагедия произошла с резьбе ладня в центре Киева, и известно, что использовалось устройство с дистанционным управлением. Правоохранители называют четыре основных версии. Журналистская деятельность, личные отношения, работа российских спецслужб и ошибка. Взорвавшийся автомобиль принадлежал гражданской супруге погибшего. На днях глава МВДР Санаваков заявил, расследованием убийства Шеремета занимаются лучшие следователи. Допрос продолжается. В Аболонский райсуд сегодня прибыли еще три свидетеля по делу торнадовцев. О чем рассказывали? Смотрите в сюжете. Активисты уже давно не приходят, а вот охрану от Аболонского райсуда не забирают. По всему периметру нацгвардия и полиция. Заседания по-прежнему закрыты. В зале все 12 обвиняемых. Из запланированных четверых свидетелей стороны обвинения приехали трое. После допроса второго объявили перерыв. Адвокат рассказывает, свидетель плохо себя вел. Командир батальона Луганск-1 конечно там некорректно высказывался в сторону. То есть начал кричать, орать, нецензурно в том числе. Естественно получил ответ и в итоге объявили перерыв. Неадекватное поведение свидетеля вызвало неадекватную реакцию. Но вот сторона обвинения слова адвоката не подтвердила. Прокурор рассказывает, что после угроз от обвиняемых свидетель отказался говорить. Также рассказал подробности выступления первого свидетеля. Взаглом, чтобы было зрозумево, какой он показал, это его цитата, что некоторые работники рода торнадо, я даже записал, это злочинное формование под открытием милицейскими погонами. После этого мы допытывали сведка, прошлого заступника, начальника головного управления Министерства внутренних справ в Луганской области. Захисники допытали. Также надавалась спроба, чтобы допытали виноват. Они также допытали, задавали вопросы, но наприклад своих вопросов они начали погрожать и кричать на данного свидетеля. Напомню, командира спецроты МВД торнадо Руслана Нищенко, ранее неоднократно судимого, и еще 11 бойцов обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе создание ПГ, похищение людей, пытках и изнасиловании неестественным способом. Также, по данным военной прокуратуры, один из обвиняемых, Даниил Ляшук по кличке Маджахет, исповедует ценности радикальных течений исламизма. Согласно свидетельствам пострадавших, именно он был одним из самых активных организаторов пыток. Вот кадры из видеоследственного эксперимента. Сами торнадовцы все отрицают, хотя один из обвиняемых, Юрий Шевченко, признал свою вину и суд отпустил его под домашний арест. Следующее заседание состоится во вторник. Будут дальше допрашивать свидетелей. Ольга Теревинская, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. В районе Донецка боевики строят новые укрепрайоны и накапливают свежие силы. Как реагируют украинские военные на передвижение вражеской техники и постоянные провокации противника? Из Марьинки и Красногоровки вернулся Ярослав Кречко. Укрепиться, укрепиться и еще раз укрепиться. Это то, что должны и то, что делают сейчас украинские военные на передовой. И все это в каком-то километре от позиций боевиков. Все за озером, то и их территория. Боец со сказочным позывным Колобок говорит, до первого сентября здесь была совсем не сказка. По несколько боев за сутки. Теперь украинские военные только наблюдают, как наемники восстанавливают свои разбитые блиндажи. На лесопосадку они заходят. В лесопосадке бывает такие пару выстрелов и уходят. А так, можно сказать, их. Было пару мин прилетело в районе 3-4 числа. Но шутят солдаты, нервы у них крепкие, поэтому в ответ не стреляют. Да и расслабляться не дают данные разведки. На сегодняшний день мы видим, у них уже новые линии, укрепрайоны, завозят особый склад. Информацию полную не могу дать, но сближение их есть, тенденции до сближения есть. СМИ – один из тех, у кого сегодня профессиональный праздник. Украинской военной разведке 24 года. Командование награждает лучших в бригаде, но на переднем краю обороны нет времени для передышки. Впереди у этих ребят еще не одно такое важное и такое опасное задание. Мирослав Кречко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Режим прекращения огня на Донбассе, объявленный с 1 сентября, в основном соблюдается. К такому выводу пришли участники трехсторонней контактной группы сегодня в Минске. И подтвердили, тишину нужно поддерживать и в дальнейшем. Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь украинского Дарка Алифер. Также участники договорились возобновить железнодорожные перевозки по нескольким веткам. Это нужно для поставок угля на украинские ТЭЦ. А в следующий вторник в режиме видеоконференции решили послушать представителей ОБСЕ. Они доложат о соблюдении режима тишины. А 21 сентября группа снова встретится в Минске, чтобы обсудить вопрос об освобождении заложников. К сожалению, по вопросу разведения сил пока нет договоренностей. Я думаю, что по этим пунктам это есть совпадение мнений, но есть пока разногласия по формулированным рамочным текстом. Новые санкции. Вашингтон расширил черный список, добавив в него не только компании, но и бывших политиков из окружения Януковича. О ком речь знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Вслед за американским Минфином, расширившим недавно черный список, новые пункты в него внес сейчас и департамент торговли страны. Под санкциями теперь еще 11 российских компаний, связанных в основном с оборонной промышленностью, но главное в этом решении касается вовсе не бизнеса. Американцы впервые применили ограничительные меры к так называемому Комитету спасения Украины. Пропагандистской структуре, созданной в Москве и объединившей бывших. Формально ее возглавляет Николай Азаров. От ее имени делают заявления регионал Владимир Олейник и одиозный Игорь Марков. И вот теперь и эту структуру официально внесли в черный список. Шаг, который автоматически предполагает, что всем американским фирмам и гражданам теперь запрещено поддерживать с и перечислять деньги. Активы или счета, принадлежащие Комитету и его членам, будь они найдены, заморозят. А в украинском посольстве в Вашингтоне нам пояснили, новые санкции против так называемого Комитета спасения шаг в достаточной степени символичный. Понятно, что структура Азарова не занималась торговлей или не открывала счета в Соединенных Штатах, но объявляя о новых ограничениях, Соединенные Штаты просто еще раз демонстрируют поддержку Украины, но не только. Американская правовая система устроена так, что когда о санкциях объявляет одна структура, к примеру, Департамент торговли или Министерство финансов, их обязательно подхватывают и другие. Более того, американцы тщательно следят, а кто в мире поддерживает фигурантов черного списка, кто финансирует. И к этим организациям тоже могут быть применены санкции, а это уже куда серьезнее. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Действия санкций против России на полгода продлил и Евросоюз. В черном списке почти полторы сотни человек и около 40 организаций. Решение о продлении ограничений принимали на уровне Комитета постоянных представителей ЕС. Напомню, санкции в виде запрета на въезд в Евросоюз и замораживания банковских счетов в Брюссель ввел после аннексии Крыма в марте 2014-го. Украина будет сильным партнером, а в перспективе и сильным членом Евросоюза. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с главами правительств Вашеградской четверки в Польше в рамках 26-го экономического форума. Гройсман поблагодарил иностранных коллег за поддержку и продвижение санкций против России, а также украинский премьер провел переговоры со своей польской коллегой Беатой Шадлом. Договорились об улучшении условий пересечения границ. Мы делаем шаги, которые позволят Украине отбудиться как европейской, демократичной и успешной стране. И поэтому партнерство на этом шляху с Польшей является стратегичным. Мы чувствуем дружность и солидарность по отношению к Украине. Мы должны развивать наши спеопрации в оборонной сфере. Вопросы о выделении очередного транша Украине МВФ рассматривать не будут. Международный валютный фонд должен был вынести его на повестку дня 14 сентября. Но на сайте МВФ, где уже опубликован список рассматриваемых вопросов, Украины нет. В этот день на повестке дня фонда Филиппины, а позже 16 сентября Португалия. Федерация работодателей Украины получила новое руководство. Дмитрий Афирташа ее возглавил Дмитрий Олейник, председатель Наблюдательного Совета Общества Ветропак, Гастомельский Стеклозавод и президент Ассоциации Предприятий Стекольной Промышленности. В 2010-2011 годах он уже возглавлял Федерацию, а затем был заместителем председателя по экономическим вопросам. Федерация защищает интересы бизнеса как в Украине, так и на международном уровне. Представляет около 8,5 тысяч предприятий, которые дают работу почти 5 миллионам человек. Я не считаю, что это перемены, я считаю, что это нормальный путь. Я проработал председателем Федерации 5 лет, я посчитал, что надо делать ротацию и конечно я уверен в том, что я буду помогать и я буду помогать движению работодателей, это важно и я считаю, что это надо продолжать и делать ту работу, которая необходима. Второе, надо доделать программу модернизации Украины, много планов которых было назначено. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Кто отжимает санаторий? В Одессе снова бьются за Лермонтовский. Смерть на кончике иглы. Правоохранители раскрыли целую паутину нарколабораторий в пяти регионах Украины. Проверить сотрудничает ли с Кремлем газета Вести ее активный автор Александр Дубинский, он же ведущий программы на 1 плюс 1, требовали сегодня возле СБУ два десятка активистов. Организаторы акции уверяют, что бесплатную газету финансирует из России бывший министр доходов и сборов Александр Клименко. Кстати, недавно на сайте обозревателей было опубликовано расследование на основе данных из открытых реестров недвижимости. Оказалось, что в собственности известного журналиста-расследователя и его супруги 10 квартир, 8 машин и 6 земельных участков. Только земля и жилье стоит по предварительным подсчетам не менее миллиона гривен. Интересно, что куплено это все за два последних года. Откуда деньги на такие дорогие покупки и указаны ли эти доходы в декларации Дубинского? Мы попытаемся разобраться. Очередной скандал на строительном рынке. На этот раз с участием народных избранников. Что делали депутаты среди ночи на одной из троек Киева и кто их туда позвал? В сюжете моих коллег. Ты кто такой? Ты по закону можешь действовать. Ты незаконно действуешь. Ты можешь говорить, как мы законы. Это одна из стройплощадок в Святошинском районе столицы. Сюда минувшей ночью на вызов приехали все. Правоохранители, пожарные, скорая. Разнимать жителей соседних домов, охранников стройки и нардепов с представителями батальонов, которые и атаковали ночную стройку. Но полицейские нардепа Семена Семенченко пропускать на стройку не спешили. Нардеп Семенченко заявил, якобы высотка, которую планируют возводить здесь Киевгорстрой, незаконна. Мол, будущая 25-этажка не зарегистрирована по этому адресу. Когда сюда приехали представители застройщика, со всеми документами и разрешениями, нардеп их слушать не захотел. Если меня спросят документы, никто же не смотрит документы. Я дам все документы. А еще нардепы заявили на стройке не охранники, а тетушки. И вместе с бойцами батальонов прорвали оцепление полиции, ворвались на территорию. А после к прессе вышел нардеп Владимир Поросюк и пожаловался, что там его избили. Мы зашли на территорию, води начали нас реально дубасить. Меня Петренко... Дайте что-то, пожалуйста, потому что очень печатался. Вода нельзя. Дубаска, дайте 26. Вода начали крепить. Вода нельзя. Ну и начался штурм. Катавасия их всех снесли. Там газ. Жители соседних домов говорят, что тоже против нового дома. Какие-то неизвестные люди в форме этих самых строителей захватили нашу прибудковую территорию. Однако в Киевгорстрое рассказали, на участке под застройку люди устроили автостоянку. И каждый месяц выдвигают все новые требования. Детский сад на первом этаже нового дома, еще одну детскую площадку, расширить автопроезд, а потом и вовсе сделать новый выезд с общей территории. Мы же выполнили все умовы, что тут уже вмешиваются какие-то люди, которые не восстановляют какие-то желания, не шукают компромиссы. Тогда и начались ночные визиты спортивных парней с битами, а теперь подключили и нардепов. Застройщики уверяют, у них есть все разрешительные документы и паспорт на строительство многоквартирного дома. Деланка, на которой действуются будильные работы, получена в законном порядке. За ней сплачивается земельный податок, орендная плата, вступают какие-то третьи силы, которые, скажем так, споведующие принципы особенного сбогачения или отримания каких-то других политических дивидендов, пытаются перешкоджать в споружении абсолютно законного объекта строительства. Киевгорстрой пытался начать строительство еще зимой нынешнего года. Тогда и разгорелся этот конфликт. Найдут ли стороны компромисс, пока не ясно. Татьяна Авинникова, Данил Снисор и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. А в Одессе снова кипят страсти вокруг санатория Лермонтовский. В Министерстве юстиции говорят, что исполняют решение суда, а в самой здравнице уверяют, это рейдерский захват. Как развивались события в материале Андрея Анастасова. Раннее утро санаторий Лермонтовский оглушает сигнал тревоги. Растерянные пациенты выходят из корпусов. Вот народ собрался, сирена работает, водит, все в панике. Оказалось, в 6 утра под предлогом проведения следственных действий на территорию зашли полицейские, а вместе с ними сотрудники исполнительной службы, которых врачи да и пациенты попросту не пускали на порог. В итоге люди встали перед админкорпусом живой стеной. На мой взгляд, имеет место скоординированное действие милиции и исполнения, которое пытается силой захватить имущество санатория Лермонтовский. Тяжба между Укрпровздравницей и Министерством юстиции длится два года. Сейчас возникла правовая коллизия. Один суд принял решение выселить Лермонтовский, другой наоборот отменил Минюсту свидетельство о праве собственности. Формально есть два предприятия и два директора. Они уже успели произвести отчуждение нескольких объектов. Ведутся уже суды по поводу столовой, которая находится сзади вас, по поводу еще одного корпуса 200 квадратных метров. Я хочу опровергнуть заявление чиновников из Министерства юстиции. За последние 10 лет ни одно здание в санатории Лермонтовске не является проданным. Пустые заявления о том, что продана столовая, вот, пожалуйста, можете зайти мне сейчас отдыхающие. На лечение в санатории приезжают люди со всей Украины, льготники и социально незащищенные граждане. Рядовые сотрудники здравницы убеждены, о соотечественниках Министерства юстиции вовсе не заботятся. Истинная цель баснословно дорогая земля на берегу моря. 10 гектаров великолепной земли, чтобы это все снести и поставить то, что для бизнеса, коттеджи. Сегодня попытка провести исполнительные действия снова не увенчалась успехом. Несколько раз едва не доходило до потасовок. В конце концов, исполнители под неодобрительные крики толпы вынуждены были покинуть территорию. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Правоохранители разоблачили масштабную наркосеть, которая действовала в пяти областях Украины. В лаборатории в Киевской области дельцы варили опиаты и гашиш. С клиентами не контактировали, передавали наркотики через интернет. Ежемесячный оборот составлял около 4 миллионов гривен. Стражи порядка провели около 60 обысков в нескольких городах страны. Задержали 13 человек, а среди них и сотрудник Шевченковского райуправления нацполиции Киева. Завтра суд должен избрать задержанным меру пресечения, а грозит делкам до 15 лет тюрьмы. Львовскими отходами вот уже два месяца заваливают Днепр. Их свозят на местный мусорный полигон. Жители говорят, каждый день оттуда приезжают как минимум 10 грузовиков. Жить возле растущей свалки люди уже не могут. Сегодня вышли на акцию протеста. Полигон возле поселка Диевка открыли 4 года назад. И сразу же говорят жители начались экологические проблемы. У нас отравлена вода в колодцах. У нас люди уже не могут пить воду из колодцев. У нас отравлен воздух. Зловоние гниющего мусора. Представьте себе, что мы дома не можем открыть ни одно окно. Еще больше люди возмутились, когда в середине лета, помимо грузовиков с местными номерами, сюда потянулись вереницы фур с отходами из других областей. Львовская, Тернопольская, это 100%. Видели машины с этими номерами. Как оказалось, на полигон вполне официально начали свозить мусор из Львова. Ежедневно сотни тонн. После этого люди вышли на акцию. Говорят, своих отходов хватает, а здесь еще и львовские. Свалка разрастается и все ближе подбирается к домам. Что такое? 500 метров до домовладения. У нас ближайшая улица 500 метров до свалки. На этой акции протеста даже мамы с малышами. Когда просыпается ребенок, окопувший, с утра просто с отекшими глазками, то безусловно я считаю, что свалка влияет на здоровье наших детей. Кто же придумал вести бытовые отходы за тысячу километров? В мэрии говорят, есть распоряжение Кабмина, мол, все документы в коммунальном предприятии, на балансе которого находится полигон. Но там показать его не могут. Сюда привозят только львов. У нас есть с ними договорные отношения, по которым они оплачивают за эту услугу, именно за приемы и захоронения отходов. Порядка 300-400 тонн в день. Запретить свозить львовский мусор в Днепровский район требуют депутата от оппозиционного блока. Этот вопрос они вынесли сегодня на сессию горсовета. Но до рассмотрения дело не дошло. Документ поддержали только треть депутатов. Никто не видел, ни из журналистов, ни из депутатов, тот секретный документ, на основании которого это возят. Есть еще депутатский запрос Верховной Рады на генерального прокурора о законности ввоза и так в экологический неблагополучный район дополнительных мусоров. Фактически кроме оппозиционного блока все остальные поддержали то, что все отходы не проверяя возили сюда на полигон. Львовский мусор будут возить в Диевку максимум до конца года, говорят на полигоне. Люди же против и анонсируют новые более масштабные акции протеста. Ольга Иванченко, Юрий Красновский подробности телеканал Интер. В центре Ивана Франковска неизвестные подожгли машину ОБСЕ. Это произошло возле офиса миссии вчера вечером. Как сообщили в полиции, к автомобилю подошел мужчина в капюшоне, положил на капот какой-то пакет, поджег его и скрылся. Внедорожник загорелся. Рядом стояли другие автомобили, которые используют миссия, но сотрудники успели их перепарковать. Это умисленное повреждение или уничтожение майна шляхом подпалу. Санкция данной статьи предполагает покарание от 3 до 10 лет. Кроме того, правоохранители проводят противно-решковые заходы, опытывают свидетельств, учеников и остановят людей, которые могли быть причем к данному злочину. Широкино и поселки под Мариуполем остаются одной из самых проблемных точек на карте ОТОМ. Боевики, невзирая на режим тишины, вовсю обстреливают эти участки из минометов. В причинах активности врага разбирался Александр Пантелеймонов. Затишье под Мариуполем все чаще прерывают звуки выстрелов и взрывов. Отвечать огнем нашим военным нельзя, поэтому остается только считать, сколько и куда прилетело от вражеских стрелков. Правый фланг, да, там шел хороший бой. Минометы работали, и БМП по звуку работало, тоже слышали, мы АГС работали, и СПГ работало. Враг ведет себя очень активно. С той стороны постоянно перемещается техника и пехота. В штабе говорят о масштабных учениях противника. Они отрабатывают действия своих подразделений, но стрельбы при этом боевые по нашим позициям. «Именно там есть активность мобильных артиллерийских групп боевиков. То есть выдвижение на мобильных установках ЗИЛОВ, Уралов с минометами 120-го и 82-го калибра, быстрый отстрел и смена позиций». Не исключают военные того, что активные тренировки боевиков связаны с учениями российской армии, которые проходят прямо у границы. Наши бойцы с разных участков обороны сообщают, в последнее время наблюдают на горизонте пролеты военной авиации. Нарушают ли при этом российские истребители нашу границу, наверняка неизвестно. Наши военные тоже не тратят времени впустую, укрепляют позиции, ведут наблюдения. Говорят, шаткое условное перемирие может закончиться в любой момент. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Опять рубят лес. Несколько недель назад мы сделали материал, как жители села Парище в Ивано-Франковской области протестуют против вырубки леса. Сюжет помог, рубить перестали, но, как выяснилось, лесорубы просто переместились в соседнее село. Подробнее в сюжете. Еще на прошлой неделе здесь росли столетние дубы, теперь остались пни и хворост. Жители села Лесная Торновица рассказывают, это дело рук сотрудников надворнянского лесничества. За два дня вырубили почти два гектара. Один, другой, десять, двадцать. Сколько тут пнив есть? Суцильная рубка, тут уже площадь, это уже не санитарная рубка, никакая санитарная рубка, что это уже, что это полишилось? Селяне вызвали полицию, лесники прекратили вырубку, а уже спиленные дубы вывезли тайно ночью. О вырубке леса в сельсовете говорят не знали, мол сразу же потребовали от лесников, чтобы им показали документы, подтверждающие законность рубки. Но те просьбу проигнорировали. А вот руководство на Дворнянского лесхоза утверждает, документы у них в порядке, а председатель сельсовета была в курсе. Нас же проверяли все инстанции, какие только есть. Сельская голова Мария Васильевна знала про то, что будет вырубывать вот эта рубка. Это же не большая рубка, один и три гектара. В областной прокуратуре пока не готовы ответить законно или нет. Лесники вырубают лес в лесной Тарновице, разбираются. Но селяне в объективность местных представителей закона уже мало верят. Если вырубку леса так и не прекратят, жители лесной Тарновице обещают выйдут с пикетами уже в областном центре. Данил Снисер, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Откуда баллоны с газом у собора Парижской Богоматери? Кто продает особняк крестного отца? И почему японцам не понравилась победительница конкурса красоты? Об этом и многом другом смотрите в нашем обзоре. Опасное соседство. Французские полицейские обнаружили у собора Парижской Богоматери автомобиль без номеров с шестью газовыми баллонами внутри. Один из них лежал на переднем пассажирском сиденье и оказался пустым. Никакого детонатора в машине не нашли. Журналисты местных изданий пишут, что в машине были обнаружены документы на арабском языке. По делу уже задержаны два человека. Месть вслепую. В американском городе Клир Уотерд 19-летняя девушка решила сжечь машину своего бывшего парня, но ошиблась и подожгла чужой автомобиль. Видео, на котором снят инцидент, разместил на своей странице в соцсети местный полицейский департамент. Теперь поджигательница грозит существенный штраф за порчу имущества. В Японии в соцсетях не утихает волна обсуждений вокруг победительницы конкурса красоты. Страну на Мисс Мира поедет представлять приянка Ясикава. Многие жители страны восходящего солнца удивились такому выбору жюри. Мол, красотка японка только наполовину. Ее отец из Индии. Япония моноэтническая страна. Браки с иностранцами там редкость. 22-летняя приянка профессиональная дрессировщица слонов. Увлекается кикбоксингом. Говорит, гордится, что в ее жилах течет индийская кровь. Но это не значит, что она не японка. 195 миллионов долларов такую цену выставил собственник особняка в Беверли-Хиллз, где снимали некоторые сцены фильмов «Крестный отец» и «Телохранитель». Общая площадь поместья 4,5 тысячи квадратных километров. В особняке располагаются 28 спален и 38 ванных комнат. В нем в свое время провели медовый месяц экс-президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей UAE. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры предоставил DimaTorzok